слава тебе господь боже спасибо тебе за то что когда ты приходишь господи всякий получает благословение и тот кто служит и тот кто принимает господи каждый благословен щедроте твоей господь от избыточности твои преизобильный господь мы поклоняемся тебе господи мы славим тебя спасибо тебе за эту честь и радость сейчас быть пред твоим лицом переживать это чудесное сладкое дивное присутствие твое этот елей небес боже пусть небеса пусть твои небеса пусть царство божие утверждается здесь на земле господи пусть этот царство приходит в сердца дома господь через может пусть приходит твое царство до переживаем мы погружение в твою любовь погружение в твою мудрость погружение в твое присутствие погружение в твою святость божия от лица твоего бежит земля и небеса господи но ты избрал сердца человеческие как место обитания своего господь ты сказал я сотворю из вас храм и сам селюсь в них и буду им богом и они будут моим народом боже мой народ твой мы благодарим тебя мы благодарим тебя и поклоняемся тебе что ты снизошел что ты родил в нас святого духа господь что ты соединил нас с собой ту разорванную связь во времена адама господь когда которые мы ощущали как постоянную боль и одиночество которое ни один человек ни один возлюбленный не мог восполнить потому что ты создал нас для себя и боже спасибо тебе что с тобой мы становимся полными что с тобой мы становимся цельными такими какими даже не представляли что мы можем быть счастливыми возлюбленными господи и поцелованными тобой многократно господь я благодарю тебя за то что слово говорит господи евреям 4 глава 11 глава 6 стих ибо надобно чтоб всякий приходящий к богу веровал что он есть и ищущим его воздает ты есть господь ты присущий ты есть аминь ты прибываешь ты прибываешь в наших сердцах ты прибываешь здесь господь сейчас среди людей благодаря служение иисуса христа благодаря святой жертве отец ты теперь среди людей среди детей потерянных и обретенных господь и ты все так же зовешь зовешь тех кто еще не узнал тебя зовешь тех кто обманут дьяволом кому дьявол стол что ты далеко что они не нужны тебе господь ты все также зовешь ты все так же бежишь навстречу ты все так же обнимаешь ты все так же восстанавливаешь и И, Господи, Твои объятия, они опасны для болезней, Твои объятия, они опасны для отверженности, Твои объятия, они сжигают всякую боль, всякую нечистоту, Господь. Спасибо тебе за то, что ты сейчас входишь, я просто вижу людей, которые сейчас плачут от острого чувства и одиночества, и тоски, которые уходят сейчас, вы чувствуете просто сейчас, как этот холод, как эта боль покидает вас. Я просто вижу нескольких людей, чьи плечи буквально сотрясаются от рыданий, потому что к ним пришел ты, Господь, потому что они ощущают этот божественный елей, который стекает с головы на плечи, и ты, Господь, производишь удивительную чудесную работу, исцеление, восстановление души. Так много гадких, ужасных, разрушительных слов было высказано в твою жизнь, в твое сердце, они мучили тебя, они унижали тебя, они останавливали тебя. Сейчас ты переживаешь, что твоя память как будто обновляется, сейчас ты переживаешь дивную, непередаваемую словами любовь, славу. Это небеса, это Господь пришел, это то, чего мы чаем переживать, это спасение в полном виде. Господь, спасибо тебе за то, что ты сделал нас целостными, воссоединив с собой. Господь, я благодарю тебя, я благодарю тебя, я благодарю тебя, благодарю тебя. Я знаю, что ты сейчас говоришь также нескольким мужчинам слово твердое, тем, которые знали тебя и знают тебя, знают тебя по имени, но они позволяли себе распущенность, распущенность, грубость языка и распущенность рук. Они поднимали руку на детей и даже на жену, хотя они знают тебя, и ты говоришь сейчас, берегись, я даю тебе время для исправления, но я противостою тебе, ты больше не будешь обижать своих родных, если ты не покаешься, если ты не справишься, я взыщусь тебя, твои дни будут короткими на земле, я защищаю своих детей, и ты мой сын, и я спрошусь тебя, во имя Иисуса Христа, Господь, я высвобождаю слово, слово святости и чистоты, что тот, кто воровал, Господь говорит, мне противно это, оставь это во имя Иисуса Христа, я хочу благословить твой дом, говоришь ты, я хочу благословить твой дом, говорит Господь, я хочу благословить твои руки, возьми сейчас пост, пост от общения с людьми, пост от общения с миром, пост от новостей, от телевизора, погрузись в слово, погрузись сейчас в молитву, потому что я отец любящий, но взыскивающий с тех, кто сознательно приступает заповеди мои, я взыскиваюсь с тех, кто сознательно грешит и соблазняет других людей, во имя Иисуса Христа, это слово высвобождено, и вы знаете, кому оно обращено, во имя Иисуса Христа, наш Бог есть огонь поедающий, в этом огне согреваются любящие правду, истину, милость и любовь, этот огонь сжигает всякую нечистоту, ненависть и грех, Господи, святые, да пусть очищаются еще, те, кто хотят преуспевать в злодействии, ты, Господь, говоришь, я полагаю предел твоему времени на земле, я полагаю предел твоим беззаконием, я посылаю против тебя, как против своего народа, шершней, и тех, кто будет оказывать тебе сопротивление, Господь, я прошу тебя, чтобы милость и мудрость сейчас не зашли в сердцах тех, кого обличает Дух твой святой, чтобы ты поднял этих мужчин, чтобы ты поднял этих женщин, чтобы матери, жены не говорили проклятия в жизни своих детей и близких, от горечи, от усталости, чтобы этого не было, Илья тебя, мне кажется, распирает, Аллилуйя, Иисус, Господь, я благодарю Тебя, просто пусть Дух обличения, пусть Дух святости сейчас работает, Господь, я благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь, мы благодарим Тебя, живой Господь, премудрый Господь, и мы особенно благословляем сейчас подростков, молодых людей, которые учатся, Господи, Слово Твое говорит, 118-й Псалом, наставь юношу при начале пути его, и он не уйдет с него, когда состарится, Господи, это время, Господь говорит, ищите мудрости, как Соломон, ищите мудрости от лица моего, ищите меня, и я помогу вас, я поднимаю Тебя, на Тебе будет мудрость, как на десяти взрослых, как на старцах, уже умудренных годами, люди будут спрашивать, откуда это у Тебя, это на Тебе от меня, потому что я Твой Небесный Отец, потому что я даю силу, я даю разум, я даю твердость, Господь так жаждет короновать этих молодых людей, Господь обнимает Тебя и дает Тебе свое подкрепление, во имя Иисуса Христа мы молимся сейчас, чтобы сонмы ангелов Твоих были высвобождены на жизненные пути для защиты молодых людей, от соблазнов, от плохих компаний, Господи, от ловушек цитанинских, чтобы были разрушены эти петли, эти сети, Господь, эти, Господи, виртуальные соблазны, во имя Иисуса Христа, Господь, я прошу Тебя просто, чтобы сверхъестественно были разрушены лукавые душевные связи, Господь, чтобы сверхъестественно были разрушены, просто обличая тех молодых людей, которых влечет порнография, Господь, которых влечет игромания, которых влекут зависимости, Господь, мы сейчас высвобождаем Твой огонь, Господь, Твое вмешательство, Твое сверхъестественное, Господь, сверхъестественное, как Ты говоришь в слове, там, где преизобилует грех, будет преизобиловать благодать, Господь, огненная благодать, сильная благодать, не просто мягкая благодать, это сильная благодать, это воинство, которое воюет за Божье наследие, и я просто высвобождаю слово власти, что даже когда вы хотите свернуть с Божьего пути, не получится, будут ломаться девайсы, будет пропадать интернет, будут исчезать знакомства, знакомства, Господь, во имя Иисуса Христа, вы будете просто попадать не туда, потому что молитва действует, потому что Бог ревнует о вас, потому что вы наследие Божие, Господь, пусть благодать, мир, истинное восстановление, обличение и мудрость, да пребудут с Твоим народом, да пребудут, как драгоценнейшее наследие, мудрость, сила и святость, Аллилуйя, Господь, в любви Твоей, Господь, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, Аллилуйя. Я хочу также помолиться, друзья, пока я была в перерыве, такое пришло особое вдохновение и понимание о мире Божьем. Мир Божий, который превыше всяк ума. Написано, Бог мира сокрушает сатану под ноги наши. Молимся мы за разные нужды, но больше всего, кто сокрушает дьявола и всякое зло, это Божий мир, это Бог мира, удивительное состояние покоя, удивительная сила спокойствия. Заметьте, друзья, и вы многие свидетельствуете, и мы это понимаем, что когда приходит мир, приходит решение, когда приходит успокоение, приходит выход, уходит тьма, тьма больше не может контролировать ни здоровье, ни отношения, ничего. Когда беспокойство, сомнения, Богу важно, чтобы мы пришли к нему, вот в это состояние мира, и он сокрушает это зло, просто сокрушает. И мне пришла такая песня во время перерыва, пока вот здесь служили вы, есть сила, есть сила в имени Иисуса, цепи порвать, цепи порвать, цепи порвать. Господи, я сейчас молюсь от всего сердца, я обращаюсь к Тебе к престолу благодати, мы молимся, Господи, сейчас все вместе, друзья, чтобы Бог мира сейчас возобладал в наших семьях, Бог мира, чтобы возобладал в наших душах, Бог мира, да, возобладает в наших чувствованиях. Я молюсь, мой Бог, чтобы Ты сейчас просто пришел вот этим потоком благодати своего божественного мира, который превыше ума и превыше всякого, всякого спокойствия, которое могут дать обстоятельства. Но тот мир, который приходит с небес, его никто не выдерживает. Всякое зло, оно просто сокрушается под ноги наши. И во имя Иисуса Христа, мой Бог, Бог мира, Боже, прямо сейчас Ты вливаешься в сердца народа Твоего, Ты вливаешься потоками в души. Там, где Господь, Бог мой, тоска, там, где печаль, там, где ушел Отец и оставил девочек в горе, в каком-то безутешном состоянии, я молюсь сейчас о сверхъестественном божественном утешении, успокоении. Пусть сходит Твоя исцеляющая благодать в виде Твоего мира, в виде Твоего спокойствия. Пусть исцеляющая Твоя кровь, Господь, она дезинфицирует все раны. Я молюсь, чтобы, Господь, каждая семья обрела Твой мир, чтобы каждый дом, Господь, в каждом доме Ты поселился как Бог мира, как Бог любви, как Бог спасения, как Бог единства и согласия. Бог мира прямо сейчас сокрушает всякое зло под ноги наши. Господь, мы принимаем этот мир, мы принимаем этот мир. Это самое сильное божественное оружие. Твой мир, он сокрушает всякое зло, всякое беспокойствие, всякую суету, всякий страх, всякое невежество, всякую тьму во имя Иисуса, всякий туман, всякую тьму. Оно просто разбивает все узлы, разбивает все капканы, все блоки. Во имя Иисуса, Божий мир, он приходит сейчас в сердца людей Твоих. Он приходит в ваши дома, он приходит в ваши сердца. Господи, пусть каждый сейчас обретет этот мир, пусть каждый станет в этом божественном присутствии, в этом шаломе. Шалом! Господь, пусть Твой шалом, Твое спасение, оно просто раскидает всякую боль, оно просто выветрит всякую суету, оно выветрит всякую горечь во имя Иисуса. Одиночество лиги, болезни лиги, всякого пустоты. Готэ хан, готэ блэросин, готэ праросан. Твоя победа торжествует, твой мир сейчас просто врывается потоками, потоками. Друзья, принимайте сейчас Божий мир, принимайте в нем вся полнота, в нем всякое решение, в нем всякое возвышение. Просто я приняла это сейчас, помазание на этот мир. Я просто принимаю для вас сейчас и передаю. Просто у Бога нету преград. Оно проходит через эфир, оно проходит через дверь, оно проходит через стены, оно проходит, проходит и врывается потоками во всю всякую болезненную ситуацию, всякую долго нерешающую ситуацию. Просто приходит сокрушающий Божий мир. Бог мира, ты сокрушаешь сейчас всякое зло, всякого дьявола под ноги твоего народа. Во имя Иисуса Христа. И мы поднимаемся в этой легкости, мы поднимаемся в этой свободе, мы поднимаемся. Я исцелен, я исцелен, я спасен. И это спасение, оно несет свои плоды сейчас, плоды спасения. Он наполняет каждый дом, оно является покровом каждой семьи. Господь, твое божественное прикосновение, оно просто наполняет сейчас сердца и дома, и семьи. Отцовство возвращается, материнство исцеляется, сыновство исцеляется, преемственность поколения исцеляется. Уходит вражда, уходит разделение, уходит церковь огнев, уходит обиды, уходит вражда, уходит ссоры, уходит раздоры, приходит обеспечение, приходит единство, приходит исцеление на финансы, на отношения, приходит любовь отцовская, приходит супружеское восстановление, приходит и восстанавливается семьи. Молимся, Господи, о твоей сверхъестественной защите на наши дома и семьи, на все и всего Божьего народа, на эту землю, Господь, Боже, в обык поставлена всякая семья, которая была украдена на наследие, украден мир, украдена радость, украдена всякая созидательность. Во имя Иисуса Христа мы забираем, мы приказываем всему этому вернуться, вернуться в семь раз больше, чем было. Господь, пусть слава Твоя сейчас покроет. Слава, слава, слава Тебе. Сладительские отношения. Господь, Твоя победа сейчас торжествует в домах. Твоя победа. Идет перелом во всякую ситуацию. Идет перелом. Идет прорыв. Прямо сейчас идет прорыв. Божественный прорыв. Господь, слава Тебе. Господь, слава Тебе. Хвала Тебе. Хвала Тебе за здоровые семьи, за восстановленные супружеские отношения, за возвращение отцов к детям, а детей к отцам. Мы благодарим Тебя. Помазание Ильи. Оно врывается. Оно исцеляет и наполняет силу единства, защищенности, безопасности, исцеления и восстановления в родительском, вот этой отцовской родительской любви. Господь, слава Тебе. Хвала Тебе. Способность любить, она возвращается. Способность принимать, она возвращается. Способность, Господь, наслаждаться в семьях, своими семьям. Она приходит. Оно приходит. Приходит восстановление кровным отношениям. Приходит от всякого разрыва и от всякой обездоленности и сиротства во имя Иисуса Христа. Халилуя. Слава Тебе. Мы высвобождаем все отцовство, материнство, сыновство, дочеринство. Мы высвобождаем эту целостность на наши дома. Вы высвобождаем. Вы высвобождаем. И всякому духу рабства мы пореказываем браться вон из всех территорий наших. И так мы связываем дух сильного. Мы связываем и порабощаем его. Мы связываем и парализуем его силу действовать во имя Иисуса Христа. Мы высвобождаем план живого Бога на каждую семью в отдельности. Мы высвобождаем судьбу от Бога на каждую семью. Целостность. Она приходит. Она приходит прямо сейчас. Она приходит и делает свою божественную, божественную работу. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Аллилуйя. Я хотел сказать, дорогие друзья, здесь Дух Святой, помазание Его, здесь и Бог вас касается, исцеляет. Я также хочу добавить. Знаете, Слово Божие говорит, что Сам Господь, Он осветит наш Дух, нашу душу и наше тело. И также написано, что Он сохранит и сохранит до пришествия Господа Иисуса Христа. Номер один. Мы должны знать, что Сам Господь, Он осветит тебя. Сам Господь, Он очистит тебя, твой дух, твою душу и твое тело. Даже не ты. Вы знаете, мы можем столкнуться с такой проблемой в жизни своей, когда мы не можем. Вот я не могу. Не все могут жить свято. Не у всех получается избавиться от каких-то зависимостей. Не у всех получается избавиться от внутренних каких-то душевных болей. Не у всех. Но есть Божье Слово, и это обетование для нас. И там написано, что Сам Господь, Он осветит тебя. То есть Сам Бог, Он произведет эту работу в тебе. Не только в теле, но и в душе, и в духе твоем. Поэтому просто примите это Слово прямо сейчас. И также написано, что Он сохранит до пришествия Иисуса Христа. Ты будешь в целости и сохранности. Он сохранит твое здоровье. Он сохранит эмоциональное твое здоровье. Душу твою сохранит. Нервы твои будут в целости и сохранности. И твой дух. И это сделает Сам Господь. Это сделаешь не ты. Это не кто-то сделает. Но Слово Божие говорит Сам Господь. Вы знаете, я раньше читал это местописание, я не видел этого. Я читал, что вот дух, душа и тело, то есть мне надо осветить его. Но Писание тут написано, что Он осветит. Представляете? Сам Бог. Аминь. Как вот мне избавиться? Ты должен знать, Сам Бог. Это сделает Сам Бог. Это работа Самого Бога. Сам Иисус Христос, Он осветит тебя. Может быть, у тебя проблемы в семье. Может быть, муж пьет. Или еще что-то. Сам Бог сделает эту работу. И так же Он сохранит тебя, если ты переживаешь за будущее, за свою жизнь, за своих детей. Может быть, кто-то вот сейчас там, ну, сейчас время такое, мир такой. И страшно, правда, за детей. Что с ними произойдет? Мы должны знать, Сам Бог, Он сохранит твоих детей, твою семью. Бог сохранит деньги твои. Он сохранит здоровье, разум твой. Все будет в целости и сохранности. Мы должны просто принять это обетование в жизнь свою, дорогие друзья. Что Сам Бог производит эту работу во имя Иисуса Христа. Поэтому прямо сейчас переложите все свои заботы, все свои тревоги на Него. Сам Бог, Он сделает эту работу. И так же я хочу сказать, может быть, кто-то, не все еще получили исцеление. Не все получили... Не все переживают, что прямо сейчас. Да, может быть, ответы. Но вы должны знать. Писание говорит, начатое дело, Он совершит до конца. То, что начал делать Иисус Христос сейчас здесь, вот в этом эфире, вот в эти дни. Вы должны быть уверены на все сто процентов. Он совершит до конца. Кто-то ночью сегодня получит параграф. Кто-то прямо сейчас еще получит параграф. У нас есть еще 20 минут. И за 20 минут Бог может сделать невероятное. Вы должны верить. Кто-то ночью получит исцеление, параграф. Кто-то завтра пойдет на работу. И там что-то произойдет. Финансовое благословение. Может быть, подъем. Но ты будешь видеть изменения большие в жизни своей. За свидетельство. Потому что сам Бог, Он делает это дело. Сам Бог все сделает до конца во имя Иисуса Христа. И я сейчас вот когда наши драгоценные служители, сестры, они молились, они высвобождали слово. Мне Бог говорил слово знание. Я хочу некоторые слова знания сказать. И прямо сейчас вы должны знать, что такое слово знание. Слово знание, вот я говорю какую-то болезнь, и если оно у вас есть, это вы должны знать, что это Бог обращается к вам. И Он говорит, что все, ты исцелен во имя Иисуса Христа. Вы должны с верой это принимать. Это как пример, когда шел Иисус Христос, и там слепой сидел и орал. Он орал, Иисус, помилуй меня. Иисус, помилуй меня. И Он просто шел. И ученики Ему говорили, молчи, молчи, не ори. Но Иисус услышал и сказал, ну, что хочет Он. Вот это, может быть, это такой пример, но это похоже. То есть вот когда слово знание, вот Бог говорит, что хочешь ты. То есть все, вот Бог обращается к тебе. Понимаете? То есть все. И ты должен отреагировать. И этот слепой тут же вскочил и пошел к Иисусу Христу. И был исцелен от слепоты своей. То есть Бог, когда дает какую-то болезнь, Он обращается к тебе. Что хочешь ты, если это твоя болезнь. Ты должен принять это тут же, в момент. И начинать сразу проверять, что ты исцелен во имя Иисуса Христа. И номер один я хочу вызвать. Я хочу сказать, что у кого вот эта проблема, щитовидная железа. Прямо сейчас Иисус исцелил ее. Во имя Иисуса примите полное восстановление щитовидной железы. И нормализации работы во имя Иисуса Христа. Дорогие, я хочу сказать, я много, ну вот у меня служение исцеления. Я очень много и часто в этом служу. Везде. И в онлайне, и физически. Мы устраиваем огромные крусейды, большие. По 20 тысяч человек одновременно, сразу. Физически. И Бог очень часто мне вкладывает слово знание. Я хочу сказать, вы должны к этому отнестись серьезно. Вот буквально недавно, по слову знания, я прям увидел. То есть, там было тысяча людей, но я лиц не видел. Но мне Бог показал конкретное лицо. Изуродованное лицо. Просто вот я увидел, как видение, изуродованное лицо. И я об этом сказал. Прямо сейчас у кого-то изуродованное лицо. И у вас, возможно, рак, это онкология. И прямо сейчас это выходит. И у мужика в этот момент, сразу у него онкология на лице. И изуродованное было все лицо. У меня есть это видео, вот здесь в телефоне. Но показывать, к сожалению, нельзя. Не пропустят, наверное. Там больше трэш такой. И у него тут же она начала выходить, деть, брызги крови. Сразу эта опухоль вышла из него. Вот что такое слово знание. Вы должны знать. Прямо сейчас щитовидная жительца. Иззалена во имя Иисуса Христа. Примите это прямо сейчас. Она может быть печет, жет прямо сейчас. Все, вы получили это исцеление. Бог начал работу. И так же работа ее, она восстановлена. Так же у кого-то проблема с клапаном сердца. Вам нужна замена. Тоже самое. У меня много было исцелений сердца. Я вот помню одно документальное есть подтверждение, что было слово знание. Операция стоила 200 тысяч рублей. И мужчине, мама, мама там его стояла. И мужчине, у мамы была миома, у сына была проблема с сердцем. Клапан. Клапан стоил 200 тысяч рублей. Замена. Я это не знал. Вот они прямо стояли. Я получаю слово знание. Я говорю, кто-то прямо сейчас у вас миома. И вы получаете исцеление. Она поднимает руку, говорит, у меня миома, что-то там ощущаю. Короче, вышла она. И я стою, я ей говорю. И еще сердце. Я вижу, что-то дырка в сердце. Вы прямо сейчас получаете исцеление. Она говорит, это не у меня. У сына. И выходит сын. Все. Ну и я за них помолился. Прошло немного времени. Ну как немного. Недели две они приходят с документами. И говорят, у него появился клапан. Вот операция должна была быть. Операцию отменили. Клапан появился. А у меня исцелезла миома. И вот тоже самое пятое прямо сейчас. Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус. Вы должны это принять во имя Иисуса Христа. Клапан в сердце. Он появился прямо сейчас. А чудо-творение, всякое операция. Сердце не надо. Отменяемый. Принимация исцелена. Восстановлено чудо-творение. Во имя Иисуса. Работа сердца восстановлена. Если у тебя сердце болит прямо сейчас, прими. Ты сын во имя Иисуса. Бог проснулся тебя. Именем Иисуса. И напиши в свидетельство. Также аритмия. У вас аритмия. Я на самом деле даже не помню, что такое аритмия. Но я не пришло. Аритмия. Вы исцелились. Во имя Иисуса. Аритмия ушла прямо сейчас. Также глаукома. Кто-то получил исцеление. Глаукома. Глазки. Это ушло прямо сейчас. Во имя Иисуса. Получите. Будьте исцелены. Прямо сейчас. Именем Иисуса Христа. Бог вас коснулся. Дух немощи. У вас постоянно немощи такие. Вы постоянно уставшие. Даже утро вы просыпаетесь, и вы уставшие. Прямо сейчас это Дух немощи. Вон имя Иисуса. Сейчас и Дух крепости высвобождает. Прямо сейчас примите помазание. Может быть, вы прямо сейчас ощущаете, как электричество. Вот это Дух Святой. Это немощь ушла. Во имя Иисуса. Крепость пришла. Прямо сейчас именем Иисуса Христа. Я также получил слово знаний, что у кого-то в семье отец пьет. И он пьет жену и детей. У вас вообще большие проблемы там в доме, в семье, с финансами. Прямо сейчас ангел высвобожден ваш дом. И он начнет разбираться сейчас. Он начнет восстанавливать. Дорогие друзья, примите это слово. Что все, сам Бог, он и хотел это сделать, но что-то мешало. Вы должны прямо сейчас верой принять от Бога помощь. Уповайте на Бога. Он ваше спасение. Я останавливаю всякое нечестие и беззаконие в вашей семье. Во имя Иисуса Христа. Последствия операции, у вас какая-то операция была, последствия ушли, боли ушли прямо сейчас. Ковид ушел, и последствия его ушли. Легкие очищены, сердце, кровь очищены, иммунитет восстановлен. Запах вернулся именем Иисуса. Также гайморит. Гайморит ушел. У кого-то боль в бедре, бедро исцелилось. Также межреберная невралгия. Получайте исцеление. Вы исцелены во имя Иисуса. Также смещение таза. Таз стал на место прямо сейчас именем Иисуса. У кого-то отнялась рука. Примите полное исцеление во имя Иисуса Христа. И я еще минуту скажу. У меня есть пророческое слово. Я его получил. В суде написано в Библии, в Божьем Слове, что были дни жатвы. Вы должны знать, сегодня день жатвы. Не один день, а вообще время жатвы. Сейчас сезон жатвы во имя Иисуса Христа. И написал, что Самсон, он в этот сезон с жатвы, он взял 300 лисиц, он где-то их нашел. И он взял, поджег им хвосты. И он взял, отпустил их на поле. И они подожгли, сожгли все поле. Вот я хочу сказать, что Бог сейчас отбирает людей. Бог сейчас отбирает людей. Мне четко прям пришло 300, но я думаю, это будет больше. Я хочу сказать, что Бог отбирает людей, особенно молодых людей. Вы должны это знать, вы будете видеть. Я не просто так болтаю. Я сейчас не верой говорю. Это сейчас не верой я говорю. Это я говорю, что Бог конкретно сказал. И это не виза, это не когда-то, а это именно сейчас происходит. Бог отбирает особенно молодых людей. Именно молодых. И он их будет зажигать. Очень сильно зажигать. И написано, когда он поджег хвосты, они побежали. Вот когда ты загоришься, ты побежишь. Ты не сможешь сидеть. Ты будешь активен в Господе. Ты будешь служить. Ты будешь молиться за больных, и они будут исцелены. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБМ. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Продолжение следует. Продолжение следует...